Все знают, что я гениальный художник и рисую на разных вещах, например на бумаге, но больше всего я рисую на планшете. Несмотря на то, что планшет мой самый любимый инструмент для рисования, я всегда мечтал рисовать на холстах, как настоящий художник. У меня даже есть своя собственная коллекция холстов, а это мой любимый, если что. Поэтому сегодня я не буду рисовать на холстах, а просто закажу себе машинку для татуировок. Я не знал, какую из них выбрать, поэтому взял первую попавшуюся. Ну а что, могу себе позволить. Давайте же посмотрим, что в нашем комплекте. Ну, во-первых, это сама тату-машинка. Да, выглядит очень даже неплохо. Также в наборе есть иголки для татуировок, перчатки, емкости для краски и еще всякая прочая фигня, которая пригодится нам позже. Также здесь есть кусок искусственной кожи, на которой я буду тренироваться. А еще я нашел здесь открытку, на которой написано, что если я сниму видео с этой машинкой и оно наберет 500 лайков в ТикТоке, то мне дадут какой-то подарок. Мне кажется, что это неправда, но я проверю это в своем ТикТоке. В создании татуировок есть множество нюансов. Для начала мне нужно одеть перчатки, чтобы не заляпать руки краской. Также нужно обезопасить саму тату-машинку. Нужно быть очень аккуратным, потому что мы работаем с иголками, которые могут нас поранить. Также для татуировок нужна специальная краска, которую нужно хорошенечко взболтать перед использованием. Первым делом я решил сделать рамку, чтобы научиться рисовать ровные линии. Поначалу было все печально и очень криво, но позже у меня все начало получаться. Вообще все нормальные татуировщики начинают с того, что сначала рисуют эскиз будущей татуировки. После этого, благодаря специальной трансферной бумаге, переводят эскиз на кожу. И только после этого уже начинают делать татуировку. Но я же не татуировщик! Правильно? Я долго выбирал, какую же татуировку сделать первой, а потом решил, что просто буду использовать ваши идеи, которые вы пишите в комментариях под моими видео. И вы просили меня, чтобы я нарисовал Соника. Я начинаю рисование с контуров с помощью контурной иголки. Для теней она подходит не очень. Поэтому мы будем использовать специальную иголку для теней. О да, так намного лучше. Пожалуй, я просто закрашу все темные участки. Учитывая, что это моя первая татуировка, еще и без наброска, получилось очень мега круто. Поэтому обязательно поставь лайк. А я отправляюсь читать ваши комментарии в поисках следующей идеи для татуировки. И вы просили меня, чтобы я нарисовал самого себя. Что ж, это гениальная идея. За основу я буду использовать персонажа с моей аватарки. Кстати, я заметил, что в этот раз линии получаются еще более ровные, чем когда я рисовал Соника. А с тенями это будет смотреться вообще максимально круто. Кстати, будет логично, если я добавлю возле себя золотую кнопку от Ютуба. А теперь я собираюсь забить татуировками весь этот кусок искусственной кожи. Но для следующей татуировки я все же нарисую эскиз. Я буду использовать обычный лайнер. Он, кстати, не очень хорошо подходит для этих задач, но мне это не помешало, чтобы сделать прекрасный эскиз ананаса. Поначалу мне показалось, что все выглядит очень криво, но после того, как я добавил тени, стало намного лучше. Кстати, по поводу ананасов. Все знают, что я рисую игру про ананас, и эта игра уже почти готова. И вроде бы осталось ее только опубликовать на игровых площадках, но у нас постоянно возникают какие-то сложности. И мне это так надоело, что я уже хотел даже бросить этот проект. Поэтому, если хочешь меня поддержать, то обязательно напиши об этом в комментариях. Следующая татуировка, которую я сделаю на куске искусственной кожи, это будет собака. Набираем краску и сразу же приступаем к рисованию контуров. При создании татуировок нужно постоянно помнить о том, чтобы протирать кожу от краски, которая осталась на поверхности. Теперь меняем лайнерную насадку на насадку для теней. Набираем краску. Ой, стоит быть аккуратнее с краской. А теперь добавляем тени для нашей собачки. Получилось просто прекрасно. Кути-кути-кути. Да, это определенно заслуживает твоего лайка. Теперь я сделаю татуировку губки Боба. Он рисуется очень просто, и походу это самая быстрая татуировка за сегодня. А следующий на очереди, как вы могли догадаться, Кэтнэп. Я наблюдаю значительный прогресс в своих татуировках, потому что линии получаются намного ровнее и чётче, чем были до этого. Ну и сами рисунки мне тоже очень нравятся. А тебе? Надеюсь, лайк ты уже поставил. Эль Примо! Все знают про игру Бравл Старс, и вы просили меня нарисовать Леона в версии динозавра. Сделать такую татуировку без эскиза непросто, сказал бы я, если бы не был гением. Сделать контуры получилось даже быстрее, чем я думал. Теперь осталось только добавить тени. Ну я думаю, вы и сами видите, что это выглядит просто прекрасно. Кстати, я до сих пор ещё не открыл этого персонажа, а ты? Следующий персонаж, которого я набью на этой коже, будет тоже персонаж из Бравл Старса. Ну вы и сами уже обо всём догадались. Да, мне понравилось делать татуировки, это довольно-таки интересное занятие. Но то, что мне не нравится, это внезапно настигшее меня чувство голода. Поэтому мне срочно нужно подкрепиться и выпить чайку. О да, теперь совсем другое дело, и я могу спокойно закончить эту татуировку. Да, получилось очень круто. Ну и раз мы уже рисуем браулеров, то тогда мы обязательно должны добавить и этого персонажа. У меня уже довольно хорошо получается делать татуировки, но этот персонаж имеет намного больше деталей, чем все остальные на этой композиции. Поэтому следует быть аккуратным, чтобы нигде не затупить. И несмотря на все трудности и мелкие детали, получилось очень круто. Осталось немножко закрасить фон, чтобы завершить эту композицию. И вот, что у нас вышло. Ставь лайк, если тебе тоже нравится. И помни, что это моя первая татуировка. Я очень доволен результатом. Как думаешь, я уже готов делать татуировку на настоящем человеке? Пиши в комментариях. Эммм, я надеюсь, что вы думаете, что я готов. Потому что я решил не дожидаться вашего ответа, а просто спаковать тату-машинку и все свои вещи в сумку и отправиться в аэропорт. А все это для того, чтобы полететь на другой конец света, к своему другу и сделать ему настоящую татуировку. Татуировку. Йоу. Хоть я, конечно, и гений, но для татуировки на человеке я буду переводить эскиз на кожу с помощью специальной переводки. Ни в коем случае не повторяйте этого самостоятельно. Татуировки это очень серьезное и опасное занятие. После нескольких часов упорной работы у нас получились вот такие татуировки. Готовые работы обязательно нужно мазать специальной мазью для заживления. Обязательно подписывайся на мой канал и до встречи в следующем видео. И что, там больно? Не, нормально. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!